МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нефтеперерабатывающий завод в Ангарске пойдет с молотка. Арбитражный суд признал банкротом компанию ДИТЭКа. Мясо мы берем редко, вообще редко берем. Так как на день рождения только и на праздники. Цены кусаются. От каких продуктов ангарчане вынуждены отказаться? Потому что дата красивая. И этот день принадлежит только нам. Магия чисел или погоня за модой? Свадебный бум устроили влюбленные горожане. Главные события пятницы в нашем выпуске в студии телеканала Актис Наталья Зарубина. Здравствуйте. Компания ДИТЭКа, владеющая нефтеперерабатывающим заводом в Ангарске, признана банкротом. Соответствующее решение накануне принял арбитражный суд Иркутской области. На предприятие введено конкурсное производство до 1 ноября 2017 года. Это значит, что имущество предприятия будет распродано для расчета по всем видам задолженности. На заводе ДИТЭКа работали несколько сотен жителей Ангарска. С начала 2017 года в компании перестали выплачивать заработную плату. Люди обратились в прокуратуру. Компания задолжала им более 40 миллионов рублей. После установления банкротства сотрудники, наконец, получат свои деньги. И люди уже не могут изыскивать средства на оплату кредитов из неизвестных источников. Ситуация патовая уже. У некоторых людей даже нечем кормить детей. На активы компании также претендуют три крупнейших банка. Долги по кредитам превысили 5 миллиардов рублей. Проблемы у ДИТЭКа начались несколько лет назад. В 2015-м, по данным СМИ, выручка предприятия составила 3 с лишним миллиарда рублей, а убытки – 2 миллиарда. В 2017-м Роспотребнадзор включил компанию в список самых злостных нарушителей экологического законодательства. Сибирикам разрешили выезжать на отдых в лес. Правда, разводить костры по-прежнему нельзя. Режим ЧС в Иркутской области снят. Напомним, он был установлен 22 июня в связи с ростом количества лесных пожаров. Ограничение на пребывание в лесах продолжает действовать, если на территории устанавливается класс опасности выше третьего. В зоне риска сейчас остаются всего три района – Братский, Чунский и Нижнеудинский. Капуста подорожала, а вот огурцы, наоборот, стали дешевле. Итоги мониторинга цен подвели специалисты торгового отдела. Что сегодня охотнее всего покупают ангарчане и на чем предпочитают экономить, расскажем в сюжете далее. По словам специалистов отдела потребительского рынка, за шесть месяцев этого года наибольшую разницу в ценах на продукты можно отследить по стоимости сезонных овощей. Например, с начала января на 150% подорожала обычная белокочанная капуста. На 70% стал дороже картофель, на 60% – лук, на 50% – морковь. В то же время на некоторые категории продуктов сейчас идет ощутимый спад цены. Из тех продуктов питания, которые претерпели снижение цены, у нас также лидируют овощи, но теперь уже овощи закрытого. Грунт – это огурцы и томаты. Огурцы у нас подешевели на 56% и томаты на 23%. К ним присоединяется крупа гречневая – 38%, яйцо столовое – 28%, масло подсолнечное – 16%, мясо птицы – 13% и сыры твердые – 10%. Тяжелое экономическое положение, сокращение зарплат и увеличение коммунальных тарифов заставляют ангарчан экономить. В первую очередь на продуктах питания. Из дорогих супермаркетов покупатель со средним достатком ушел в дискаунтеры и на рынки. Продукты берут недорогие, стараясь попасть в дни распродаж и максимальных скидок. Казалось, например, от дорогого мяса. Я могу купить желудки куриные по 79 рублей. Могу купить рыбки, ментай. Ну вот такое что-то. Колбасу не беру совсем. Мясо мы берем редко, вообще редко берем. Так как на день рождения только и на праздники, потому что недоступно. Вот сейчас такие дорогие яблоки, фрукты дорогие. Так хочется. Но я от кошки взяла сейчас, а себе я уже не возьму там чего-то такого. Расслабляться экономным покупателям не стоит. К сезону заготовок, по словам специалистов, подскочит в цене и сахар. Благо местные ягоды и фрукты к этому времени станут значительно дешевле. Наталья Зарубина, Дмитрий Швецов. Местное время. Негативно повлиять на цены могут новые требования к предпринимателям. 1 июля в силу вступил закон, обязующий торговые организации передавать сведения о продажах в налоговую службу в режиме онлайн. Для этого магазины должны приобрести и установить специальную контрольно-кассовую технику. Уже сейчас по новой системе работают крупнейшие торговые центры и супермаркеты города. В ФНС России по городу Ангарску на сегодняшний день зарегистрировано порядка 1300 онлайн-касс. Что составляет 71% от парка ККТ. Онлайн-кассы ежедневно передают ФНС России информацию более чем о 70 миллионах чеков. К июлю 2018 года на новую систему должны будут перейти небольшие магазины и торговые павильоны. Вступил в силу закон, запрещающий продажу пива в пластиковой таре более полутора литров. С начала июля ангарская полиция принимает жалобы по фактам нарушения закона. Штрафы для должностных лиц составляют от 100 до 200 тысяч рублей. Для юридических от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Граждан, которые видят нарушение данного законодательства, просим обращаться по телефону и сообщать о данных фактах для соответствующего правового вмешательства и соблюдения норм закона. Вопросы к продавцам пива появились и у правительства Иркутской области. Мэр Братска Сергей Серебренников выступил с предложением запретить торговлю разливными напитками в магазинах, расположенных в жилых домах. Сейчас розничные точки будут проверять полиция и Роспотребнадзор. Решение может быть принято до 1 августа. Модели пулеметов, боевые гимнастерки и «Комсомольская правда» 1931 года выпуска. Уникальный музей презентовало местное отделение ДСАФ России. Чем еще интересна экспозиция, расскажем в сюжете далее. К этому событию ангарское отделение ДСАФ шло три последних года. Поэтому на открытие музея пригласили даже региональное руководство. Среди экспонатов – макеты вооруженной техники, средства связи, одежда и личные вещи военнослужащих российской армии. Здесь собраны экспонаты как по истории ДСАФ, как по истории ДСАФ Иркутской области, нашей школы. И также просто собраны экспонаты, которые люди сами приносили, которые имеют какую-то ценность не только для всех, но и личную ценность. Также здесь собраны и образцы некоторого вооружения, имущество вооруженных сил. Ну и также у нас есть экспозиция заслуженного мастера производственного обучения Гоголя Геннадия Анатольевича. Макеты самолетов собрал местный авиамодельный клуб. Но основную часть экспозиции составили личные вещи сотрудников ДСАФ, среди которых много бывших военных. Уже осенью двери музея откроются для всех ангарских школьников. А пока среди первых посетителей – члены общественной палаты области, которые, кстати, решили здесь провести свое выездное заседание. Темой разговора стала проблема комплектации российских воинских частей. По словам общественников, сегодня из 13 миллионов школьников только 21% абсолютно здоровы. Столько же имеют хронические заболевания. Следствие уже низких показателей состояния здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу, является уже снижение уровня боевой готовности частей. Сложности с комплектованием частей и подразделений, где проходят военнослужащие, являются это ВДВ, морская пехота, там, где требуется здоровье, более-менее здоровые люди. И, наверное, вот Вячеслав Николаевич не даст соврать о том, что все труднее и труднее комплектовать такие части. Такие выездные заседания общественная палата будет проводить и дальше. Часть из них пройдет и в нашем городе. Наталья Зарубина, Дмитрий Швецов. Местное время. Еще один уютный уголок появился в Ангарске. Это сквер возле городского перинатального центра. Здесь оборудованы асфальтовые дорожки и установлены лавочки. Сегодня флористы местной организации оформили декоративные клумбы. Я сажу без перчаток, потому что я так лучше чувствую растения. То есть в перчатках не получается у меня сажать, поэтому я работаю без перчаток. Садим мы отчаток, он неприхотливый абсолютно. То есть мы вот его садим и растение, оно приживается очень быстро и растет спокойно и легко. После посадки специалисты еще не раз вернутся в сквер, чтобы полить растения. А осенью их необходимо будет обработать удобрениями, чтобы они благополучно перенесли сибирские морозы. По два урожая помидоров в год снимается своего участка Наталья Савельевна Пауль. Это несмотря на полное отсутствие химических удобрений и усилителей роста. Женщина претендует на победу в нашем конкурсе «Садовод» с большой буквы и готова открыть все секреты своего успеха. Шесть соток в садоводстве Ясная Поляна семья Пауль приобрела 9 лет назад. До этого супруги владели большим участком земли, но решили лучше меньше, но уютнее и с душой. В первый год высадили все основные овощные культуры, а потом начали экспериментировать. Обрывая пасынки у помидоров, Наталья Савельевна заметила, что если отросток воткнуть в землю, то он прорастает, а после еще и плодоносить начинает. Ну пасынки, когда подвязываешь, они начинают усиленно расти. И по этой причине я их все сразу, вот эти первые оборванные, не сажу. Потому что будет лес, мне нужно оборвать еще листья. А когда листья вот эти обрываешь, эти продувает помидоры, им хорошо. И этим не мешают, и сами растут самостоятельно. Нашлось место на участке и экзотическим культурам. Гордость семьи – большие и сладкие арбузы. Высаживают их еще весной, а вот урожай собирают все летние месяцы. Секрет обильного и крупного приплода также в отсутствии пасынков. Вот даже когда первые арбузы мы купили, огонек они назывались. Сейчас, конечно, уже не знаю, что с этого огонька получилось. Там было написано килограмм-полтора килограмма. Но я придумала отрывать пасынки, как у огурцов. И у нас первые арбузы выросли 4,5-4,3. Вот эти, что были написаны килограмм-полтора килограмма, они вот такие большие. Наталья Пауль не пользуется никакими химическими препаратами и средствами защиты от насекомых. Вредителей с растений смывают мыльной водой, а в землю только зола и органические удобрения. Деревянные грядки заменили на шиферные. Покупают пластинами размером 40 на 170 сантиметров. Секретами богатого урожая опытные дачники делятся со своими соседями. Поэтому в садоводстве с каждым годом все больше участков, где снимают по два урожая за год. Наталья Зарубина, Антон Бархатов. Местное время. Героями рубрики и претендентами на победу можете стать и вы, наши телезрители. Оставляйте заявки на участие в конкурсе «Садовод с большой буквы» по телефону 52-25-00. Приглашайте съемочную группу на свой участок и выигрывайте полезные призы. Награждение будет проходить по итогам каждого месяца. Сегодня в рамках «Спартакиады» старшее поколение ангарские пенсионеры приняли участие в турнире по пулевой стрельбе. Соревнующимся необходимо было с расстояния 10 метров совершить 8 выстрелов из пневматической винтовки. Пять из них шли в зачет. Несмотря на отсутствие опыта, пожилые люди с азартом выполняли все указания инструкторов. Соревнования принимают участие порядка 25 человек. Возраст участников обширен. Вообще у нас по соревнованию предусмотрено, что соревнования проходят между мужчинами и между женщинами. Мужчины возраст от 60 и старше, женщины от 55 и старше. В рамках «Спартакиады», которая уже стала для Ангарска традиционной, пенсионеры также приняли участие в турнирах по теннису, дартсу, плаванию и легкой атлетике. Итоги подведут на следующей неделе. 60 лет вместе с бриллиантовой свадьбой супругов Куроптивых накануне поздравили представители администрации и общественной палаты округа. В гости к счастливой паре отправилась и наша съемочная группа. «Администрация Ангарского городского округа выражает вам признательность за сохранение семейных ценностей». Яркий пример крепкой семьи, нежной любви и настоящей верности – это супружеская пара Алексея и Лидии Куроптивых. Еще в студенческие годы они выбрали друг друга, вместе работали и жили, делили все радости и горести нелегкой семейной жизни. Спустя 60 лет бриллиантовая пара по-прежнему неразлучна. Супруги признаются, что даже в соседний магазин ходят держать за руки, чтобы не потерять друг друга. «А чтобы долго так быть вместе, это на терпение и кое-что спускать друг к другу, а иначе не получится ничего». «Я думаю, что я не скандальный человек, не люблю скандалы всякие эти там, распри, поэтому если что, лучше замолчу и уйду». Свой бриллиантовый юбилей пара отметить скромно в кругу родных. Это двое детей, четверо внуков и правнук. Поздравления от окружной администрации и общественной палаты для них – неожиданный, но приятный сюрприз. «Вырасти детей, внуков и уже дождаться правнуков и дальше идти – это, конечно, ну, вот та жизнь, которую хотелось бы, чтобы большинство ангарчан и наших россиян прожили вот эту счастливую, долгую жизнь вместе». 8 июля наш город отметит День семьи, любви и верности. На площади у памятника Петру и Февронии пройдет праздничный молебен. По данным городского ЗАГСа, на 1 июля свой союз зарегистрировали 780 пар. А вот 570 супругов пожелали расстаться. Ежегодно ангарчане, к счастью, охотнее женятся, чем разводятся. Мария Константинова, Дмитрий Швецов. Местное время. 7.07.17 год. Некоторые влюбленные ангарчане решили скрепить свой союз именно сегодня. Новобрачные уверены, что магия чисел поможет сделать их союз крепким. А регистрация в канун Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, добавит в отношение нежности. Кстати, каждое лето сотрудники ангарского ЗАГСа называют свадебным бумом. Сегодня, да, друг другу сказали 32 пары. На самом деле мы решили просто сделать это летом. Раз совпадают даты, решили сделать это 7.07.18. Вот и все, в принципе. Потому что даты красивые. И этот день принадлежит только нам. Обменяться кольцами молодожены решили в необычном антураже. Одни облачились в костюмы сказочных героев, а другие шествовали в сопровождении гостей, одетых в одной цветовой гамме. И на этой позитивной ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго и до встречи.